Спасибо, что вы пришли. Добрый вечер. Сегодня нас ждет открытие. Санислав Кириллович Гончаров – человек феноменальный. Феноменальный в том смысле, что он успел по своим увлечениям проехаться по всей живости. Сначала западной, а потом советской, может так выразиться. И выставка эта построена следующим образом. Здесь три этажа, и мы показывали не циклами и периодами, как можно было предположить о художнике, а показали его совершенно разным. Поэтому, когда смотришь на соседнюю работу, кажется, что это сделал совершенно другой художник. Здесь в целом 85 работ, и как будто бы присутствует 85 разных художников. И нет никакого вступления. Это тоже правильно, потому что Санислав Кириллович Гончаров не имел такого ученического периода. Это тоже один из таких аспектов моего представления о нем, что не обязательно учиться, не обязательно становиться кем-то, можно сразу делать очень качественные вещи, если ты талант, если у тебя что-то есть внутри. Гончаров тому горячий пример. Мы будем потихонечку идти, и параллельно я буду вам рассказывать и о тех работах, которые вы видите, совершенно разные. И о его биографии. Родился он в 1940 году в Алчевске. Алчевск – это Донбасс, 50-х моментов от Руганска, где идут бои сейчас, и планируется его музей. И по себе первый призыв советской интеллигенции. Мама у него – учитель младших классов, известная, выдвинутое название – заслуженный учитель. А папа вот в те годы была должность, называется, полновик. Наверное, сейчас это называется, наверное, менеджер. Человек, который планировал работу Донецкого комбината металлургического комбината. Тогда он назывался Юривский металлургический комбинат. Потому что город, в котором он родился, назывался когда-то Юривск, до 1903 года. Потом Ворошиловск. То есть Гончаров родился в городе Ворошиловске. Потом Коммунарск, потом Алчевска и Алчевск. Вот так вот получилось. Родился в городе Ворошиловске. Пару деталей, скажем, интересных. Он родился в семье, где дедушка был видный стахановец. И получил этот стахановец интересную награду от советской власти. Это набор мебели. Мебель тогда была редкая. И мне кажется, вы будете выходить и посмотреть, что Гончаров очень интересно работает с деревом. Он делает драмы, делает какие-то киоты, делает фактически мебель. И тогда в семье у них набор мебели была большая редкость. И по отцовской линии он происходил от сумских иконописцев. Вот эти вот вещи тоже, мне кажется, очень важны. И кроме того, он с детства был очень артистичный, поющий ребенок, танцующий ребенок. Можно сказать, что он с малого, буквально с трех лет, ходил, зарабатывал на семью. Его отправляли к ранеными. Потому что сначала там в Волчевске были пленные немцы, раненые в честь. Потом наши, он всегда возвращался с гостинцами. Вот такой был любимый в семье мальчик. Вот четыре работы, как я хочу, конечно, вам сразу представить. Они все совершенно четыре разные. Вот можно с той стеночки начать, если... Вот женский тот портрет, ну, как я сделал, обреляет этот стиль такой... Ну, некий такой... Некий такой... Советский модернизм 70-х и 50-х годов. Слева работа, вот, она похожа... Очень интересно написано гуашу на металлическом корыте, на самом деле. И серебрянка. Вот серебрянку мы все помним. Это такая пудра, которая то с оленью смешивалась, то с какими-то другими глиями. Вот серебрянку он прокрыл фон, а вот сама масса эта жуткая, да, такая, она очень экспрессивно сделана. И действительно близко к такой замечательной, можно сказать, лучшей нашей советской художнице Наталье Нестер и Медану Батюшку. Вот с этой стороны два портрета тоже очень интересные. Правый портрет, ну, он, девочка с... Он напоминает, кто знает работы нонконформистов, Вейсберга. Вейсберг писал в очень сближенных тонах, в основном белых и голубых, да. А левая работа тоже, мне кажется, крайне интересная. Это такой стиль французских фавистов, стиль Альбера Марке. Очень-очень любимый стиль и очень любимый художник для советских художников 60-х и уже 70-х годов. Здесь уже сразу Гончаров нам предстоит блестящим композитором, который, не ошибаясь, компонует с одного удара кисть. И он замечательный колорист, между прочим, прекрасно понимает, что такое сближенные тона и сближенные цвета. Это большая проблема для художника, потому что художники очень плохо работают вот в ближних тонах и в ближних цветах. Пойдемте дальше.